Здравствуйте, с вами Артур Шопенгалвер. Опять хотел бы обсудить феминизм. Я тут засиделся немного в интернетике. Да, боролся с волей к жизни. Опять наткнулся на сраных феминисток. Так вот. Да, в общем-то, к теме обсуждения. Зачитаю пост. Зачитаем пост сейчас. Подслушан на феминизм. Мой любимый феминистический паблик, который очень легко и интересно высмеивать. Одна дама там пишет. Здравствуйте, сестры. Чувствую себя очень паршиво. Мой муж просто высасывает из меня всю энергию, которой и так нет. Ибо я все время работаю. Вот бедняжка. Буквально. Живу на работу, и сил ни на что нет. Грустный смайлик. Мы вместе уже больше пяти лет, и у нас есть общий ребенок. Что только усугубляет мое положение. Я часто задумываюсь либо о суициде, либо о том, как собраться с духом и дать ему пинок под зад. Ну, собственно, мне, как известному философу, интересны причины данного события. Ведь действительно, возможно, ее муж ее бьет, битый по голове. Или, может быть, он ей изменяет направо-налево и приносит домой какие-нибудь заболевания. Вполне возможно. Давайте читать дальше. Да, он все делает по дому, возится с ребенком, уделяет мне внимания много, готовит, не оскорбляет, не пьет, не изменяет. Но он моральный абьюзер. Вот я просто в шоке с этой фразы «моральный абьюзер». Вообще непонятно, что это значит. Моральный абьюзер. Давайте поинтересуемся дальше по тексту. Своей ревностью он просто довел меня до ручки. Я не знаю, что мне делать, ведь я его еще люблю. И привязалась. И как друг он для меня хороший. Но так жить. Я испытываю постоянное нервное напряжение. И не знаю, как закончатся эти больные отношения. Тем более, что у меня просто от одной мысли. Снова связаться с МУДЭ. Я испытываю жуткое отвращение. Спасибо за возможность выговориться. Анонимно, если можно. Я как немецкий философ просто в шоке. В нашем немецком языке нет таких вот подходящих слов. Но благо в вашем варварском русском найдется одно такое сайшко. Я просто в ахуе. Джентльмен. Ухаживать за ребенком. Все делает по дому. В общем, классный джентльмен. Любит, уважает. Вообще все делает. Просто шикарный гражданин. Шикарный семьянин. Шикарный муж. Но сука ревнует. Сука ревнует. Просто моральный абьюзер. В общем, он полный МУДЭ. МУДЭ. Просто МУДЭ. Абсолютный мудак. Козел. Придурок. И ублюдок. По мнению данной феминистки. Но это только начало. Ведь есть еще комментарий к этому посту, который мы тоже должны сегодня почитать. Первый вариант более-менее адекватный. Если плохо в отношениях, говорит Наталья Зобнина, то это плохие отношения. У мужа могут быть положительные качества, но это не важно. Если вам плохо. Выбор между суицидом и пинком под зад очевиден. Конечно же, бросай этого МУДЭ и приходи в наше, сука, феминистическое лесбийское сообщество. Там не будет никаких абьюзеров. Все будет вообще шикарно. Все женщины просто идеальны. Они за детьми ухаживают и не ревнуют и вообще ничего не делают плохого. Вообще супер все идеально. Абсолютно идеальные люди там. А вот эти все МУДЭ, все эти хуеносцы там и так далее, так далее. Это все не для нас, не для феминистов. Сжечь их. Нина Коновальцева добавляет. Авторка. Аватарка. Авторка. Поверьте, единственный способ это максимально отделить от себя этого человека, этого ублюдка, мудэ, мудака. Просто уебище он. Просто негодяй, да. К сожалению, я хорошо знаю, как жить в постоянном эмоциональном насилии. Надо найти в себе силы уйти. Сначала будет страшно. Но вы представьте, как изменится ваша жизнь без него. Как вам будет легче дышать. Продумайте пути отступления. Все будет хорошо. Особенно если вам придется со мной ухаживать за ребенком. Это будет вообще шикарно после работы. Приходить ухаживать за ребенком. Мыть посуду, все убирать везде. Ах, шикарно. Просто идеальная жизнь. Для идеальной феминистки. Ну, собственно, вот и вывод. Пришли к выводу. На самом деле, феминизм это заболевание. Ну, особенно современный феминизм. Который уже практически ни с чем не борется. Он борется со своими фантомами, придуманными, вымышленными. Он создает их просто на пустом месте. Вот вам прекрасный пример. Девушка живет в хорошей семье. Она все еще любит своего мужа. Но при этом она находит какую-то нелепую причину. Чтобы сделать либо самоубийство, либо бросить его. Это же какое-то психическое заболевание. Это просто ненормально. Притом я действительно, ну, не винил бы ее, если бы... Не знаю, она бы его разлюбила, например. Или если бы он сделал что-то по-настоящему серьезное. Просто человек проявляет ревность. Притом мы не знаем, в какой степени он это делает. Конечно, может быть, его проявление ревности ужасное. Но авторка об этом ничего не сказал. Остается делать выводы. Скорее всего, его акты ревности... Это такие небольшие актики ревности. Которые данная феминистка преувеличивает. Причем преувеличивает просто в колоссальное количество раз. Она сама загнала себя в проблемную ситуацию. Она сама портит свою психику. Она сама видит этот абьюз и сама, в общем-то, окружает себя им. И устает она не столько от мужа, сколько от вот этих вот дурацких убеждений феминистических, которые навязывают ею эти дурацкие мысли про абьюз, про унижение, про постоянные избиения. Хотя ее саму никто не бьет над ней, никто не издевается. Просто человек, с которым она живет, ну вот не идеален. И с этим, в принципе, можно было бы смириться. Конечно, если она не может с этим смириться, пусть она его бросит. Но она должна изначально спросить себя, бросает ли она его по каким-то реальным причинам или по навязанным идеологическим феминистическим причинам, которые навязаны ей вот этим новым современным феминистическим движением, уничтожающим самих женщин изнутри. С вами был Артур Шопенгауэр, и я дам просраться всем феминисткам. Желаю вам удачи, мои юные шовинисты. Давайте не будем сдаваться, будем бороться с этим дурацким движением, которое портит жизнь не только мужчинам, но и женщинам. Которое портит их психику, которое загоняет их в тяжелые ситуации жизненные, которое делает из них вот таких вот параноидальных особ, которые могут бросить, бросить свою пару, которые они все еще любят, заметьте, все еще любят. Из-за какой-то дурацкой и ревности, которой может быть даже, ну, не так много. Большое спасибо за внимание. Я, в общем, отправляюсь в Германию, мне опять нужно бороться с волей к жизни. Вот вообще просто я не могу, эта воля к жизни, она меня просто убивает, ребят, честно. Это не то, что там со странами феминистками бороться, вот действительно, бороться с волей к жизни. Ах, этот ебаный пессимизм. Как все херово. Еще я приехал в Россию, тут еще хуже, кстати, стало. Еще эти недофеминистки здесь, которые вообще нихрена не понимают, в феминизме даже, в нормальном. Они даже Симона Дебувор не читали. Хотя я тоже не читал. Я же Шипенгаур. Я жил раньше, чем Симона Дебувор. Удачи вам, господа. Удачи. Удачи, господа. И господини. Господыни. Готовься к господыни. Феминатив вот вам придумал. Феминативаз. Фемина adversary. Феминарыв. Ф. Продолжение следует...